Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Кто и как строит жилье? Те, кто знает меня и знает многих моих друзей, они знают, что мы обычно используем наиболее экономный вариант. В данном случае мы находимся в Москве, и это один из жилых комплексов, где наши друзья и вообще люди, которых можно, наверное, назвать нашими клиентами, хотя я не являюсь каким-то бенефициарием, то есть у меня нет выгоды от того, что сейчас мы участвуем в вложении капитала, инвестиция в московскую недвижимость и в покупке жилья здесь. Но именно сама идея более умного распоряжения своими финансовыми средствами, для кого-то можно и решить вопрос о жизни, постоянной в Москве, это идея, которая делает, в общем, наш проект лучше. И сейчас хочу вам показать, что отличает строительство очень-очень-очень экономного жилья и ремонта в России, в Москве, от аналогичного в Австралии. И вам, друзья, решать, где строят лучше, и особенно это решать тем, кто знает, как строится жилье в Австралии. Вот первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на качество дверей и окон стеклопакетов. Вот эти зазоры не позволяют даже листу бумаги пройти между ними. И это тройные стеклопакеты, или двойные. Обычно делается или тройной, или двойной, но одно из стекол склеенное. То есть, фактически, это тройной стеклопакет. И очень хорошо сберегается тепло. При этом, вот, качество таких батарей, которые сейчас кожухи здесь лежат, оно выше, чем аналогично, если это строится в Австралии более холодных районах. Но я скажу, что обычно в Австралии вообще нет отопления. И температура иногда бывает за окном. За окном, которое сделано из одного стекла, и с огромными зазорами, температура бывает ниже нуля. И вот это вот, грубо говоря, напрягает. Так вот, эти батареи мы меняем, несмотря на то, что они замечательные. Но мы делаем более долговечные, с лучшим энергопотреблением, энергоотдачей и с гарантией на 15 лет. Теперь посмотрите, как здесь делается электричество. Повторяю, ремонт самый экономный. Так вот, вот такие розетки. Вот, пожалуйста, вам кожух. Вся электрика идет в кожухах. И эти кожуха идут выбитых в панелях. Специальных таких проемках, таких ходах, скажем так. То есть, вот такая тройная изоляция, тройная надежность. В Австралии, извините меня, я строил три дома. И привычка у наших электриках просто делать все на соплях. В России так, по крайней мере, в Москве не делают. И вы можете видеть, все и в будущем здесь еще будет, насколько я понимаю, подогрев полов. Все идет в кожухах. Гарантия, допустим, на вот такую разводку воды, да, отопления, гарантия дается 50 лет. Здесь просто соединение будет немножко меняться, потому что человек считает, что нужно делать более прочное. И это будет, опять-таки, шесточайший экономный вариант, но с гарантией 50 лет. Теперь обратите на простенки. Это не несущая стена. Вообще, хотел бы сказать, что вот эта вот вся территория, это был просто один квадрат. И это были несущие стены, которые, ну, еще окна и двери. И получается, вы можете делать абсолютно по своему желанию и по своим средствам основной ремонт. Это тоже подкупает. Посмотрите, допустим, на отношение к материалам. Я знаю, что вот это вот качество таких, допустим, дверей достаточно высокое. Такого в Австралии, ну, честно говоря, не делают. И я не стал бы ерничать и говорить, что вот воровство в Австралии не так сильно развито, как в России. Но, скажем так, я дольше жил в Австралии, чем многие мои оппоненты. Скажем так, я могу сказать, что нужно эту дверь оставлять, но желез решил ее менять, в основном из-за того, чтобы дверь открывалась наружу. Вот, соответственно, будет сделана дверь... Ну, поверьте, я эту дверь увидел. Я не знаю, там танк должен применяться, чтобы эту дверь взломать. Хотя, наверное, все открывается. Вот, пожалуйста, для интернета, да, насколько я понимаю. Так вот, интернет здесь 2 мегабит per second, то есть, в 20 раз быстрее, чем самый быстрый интернет Vodafone или Optus или Telstra в Австралии. В 20 раз. И это мы говорим об эконом-варианте. Я просто, честно говоря, в шоке. Вот, опять-таки, вы можете видеть вот эту вот электрику. Ну, что самое главное я хотел отметить. Вот просто посмотрите. Вот этот вот материал. Это вам, господане Джеброк. Но при этом это дешево. Это очень быстро строится, потому что кирпичи, вот эти вот блоки, они подгоняются один под один. То есть, человеку достаточно легко строить из него любые конструкции. При этом, при этом, достаточно легко вот эти пазы делаются. То есть, врезаются пазы, и в них укладывается электрика, сверху это штукатурится. То есть, это абсолютно надежно, это абсолютно красиво. И можно, в принципе, все это заделывать и делать пазы в любом другом месте. То есть, впечатление, скажем, шокирующее по сравнению с тем, что я привык видеть, допустим, в Австралии, где-то просто гипсокартон. Это просто картонку, которую при желании можно пробить одним ударом достаточно не сильному человеку. Вот, пожалуйста, вам потолки. То есть, вы можете делать натяжные потолки, вы можете делать, собственно говоря, покраску и люстры. Здесь, я как понимаю, будут или гипсокартон, или натяжные потолки, мне точно не ясно. То есть, в принципе, и делается и так, и так. Это не суть. То есть, важно. Вот вы видите материалы для стяжки пола. Ну, я думаю, что материалы везде одинаковые. Хотя, скажем так, если мне скажут, что материалы в Москве применяются лучше, я поверю. Потому что все остальное по материалам не сравнить. Скажем, вот эти вот конструкции балкон. Мне говорили, что балконов в Австралии нет. Ну, в России нет сейчас, то есть, не строится. Но, как видите, вот вам, пожалуйста, балкон. Строятся, собственно говоря, здесь балконы. Достаточно такие хорошие. Открывается вот так. Так это не закрывается. И прилегание, ну, абсолютно полное. Вот здесь, насколько я понимаю, и здесь, и здесь ставятся москитные сетки. Просто ремонт только начался. Так что здесь будет окрашиваться, ставится паркетная доска. Вот. Но я думаю, что это уже не суть важно. Главное, что просто посмотрите на качество, на те же самые стеклопакеты. Посмотрите. И вот скажите, сколько будет стоить эта двухбедренная квартира, сделанная, ну, вот с таким вот качеством, сколько она будет стоить в том же самом городе Сиднея? То, что Москву можно сравнивать с Сиднея. Вот, пожалуйста, вопрос. Я думаю, дорогие друзья, что вам будет интересно посмотреть, как будет продолжаться этот ремонт. Если мне будет позволено, в принципе, и дальше снимать эту квартиру, которая будет сдаваться в итоге в рамках нашего проекта. То есть люди, которые продают вам эти квартиры, люди, которые берут при вашем желании ваши квартиры, эти инвестируемые ваши инвестиционные, как это называется, в пользование, и платят вам больше, чем вам платят, допустим, на рынке. И эти люди делают это еще, кстати, достаточно экономно. В общем-то, это ваше жилье. Жилье в Москве, оно растет достаточно стабильно. Вначале рост где-то порядка 15% на этапах строительства. Затем этот рост, рентал елд, так называемый, вместе с тем, что вы, допустим, даете, он достигает, ну, в принципе, тех же 15, может быть, 20% в год, да, рентал елд. Это, ну, от 3 до 5 раз больше. Иногда это вообще негативный елд в Сиднея, но если четко дорабатывать, инвестировать в недвижимость в Австралии, просто не имеет смысла в сравнении с тем, что вот обычный проект для обычного человека, который просто хочет, чтобы его деньги поиграли и давали в одном и зарабатывать. Я, честно говоря, занимался стройкой очень давно, когда был молодым человеком в Москве, кстати, и тогда были другие технологии. Потому что сейчас я вижу, после того, как лет 5 занимался стройкой в Сиднее, в частном секторе, тесно общался с очень многими компаниями, которые застраивают жилье, крайне, я не знаю, очень коммерческой инвижимости, жилье настраивают в Сиднее, это просто страшно по сравнению с тем, что и как строится в Москве. И опять-таки повторяю, это самый экономный вариант строительства. Даже в экономном варианте строительства, достаточно экономного варианта жилья, качество, которое недостижимо в Австралии. В Австралии просто, если меня слушают строители, они должны понять, что я говорю. Очень многие материалы, насколько я знаю, пена, бетон, пластика, арматура, многое, что другое, просто не утверждали в Австралии. Просто не имели права строить свое жилье из вот таких блоков, из пенобетона, специальной арматуры нержавеющей и так далее. В Австралии законодательство разрешает вам строить жилье плохо, и вы не можете оспорить качество жилья. Когда вам говорят, что трещина в бетоне до 2 мм является нормой, то я боюсь даже подумать, что случится со строителями, если такое строительство будет опущено в Москве. Я просто не хотел бы на месте их оказаться. Что касается материалов, а мне было просто интересно посмотреть на рынке разные материалы, сантехнику. Очень многое, что составляет в итоге жилой дом. И выбор и сантехники, и материалов, и красок выше в Москве. Та же самая текурила, допустим, которая не применяется, практически не продается в Австралии, она считается, и по праву считается, и отличной краской. Я знаю, что эта квартира будет окраивать, потому что она с дюлаксом. Дюлакс, слава богу, есть и в Австралии. Но это делает принцип выбора и качество материала в Москве просто выше. Я не понимаю, почему это происходит, потому что я считаю, что Австралия достаточно богатая страна. Я думаю, что это обуславливается тем, что в Австралии просто нет спроса на все хорошее. То есть люди безразлично относятся к качеству одежды, к качеству обуви, к качеству строительства. Просто нету требования, это не востребование. Очень качественные товары просто никому не нужны. Это касается и автотранспорта, это касается... Наверное, это хорошо характеризует австралийский народ, но с другой стороны, человеку, живущему в том же самом Виндзоре, где достаточно холодные и отрицательные температуры бывают зимой, даже сейчас только начало зимы, и температура опускается до плюс-двух. Где-то ближе к горам это уже ноль и минус. И, соответственно, бывает реально холодно, когда у вас нет культуры строительства обувеваемых потолков, когда у вас нет центрального отопления, когда у вас строят строители из материалов, которые, честно говоря, ну, может быть, для каких-то там районов экваториальных или субэкваториальных, может быть, они бы и подошли. Но дело в том, что это еще и энергосбережение, это еще и возможность внутренней системы безопасности. Вот, соответственно, мне это неприятно, что в Австралии не могут и не хотят строить танка, как строят в Москве. Я думаю, что если будут запросы от наших зрителей, от наших ребят, заказчиков, которые хотят строить элитное жилье, и я буду допущен на эти объекты, я могу вам показать гораздо более продвинутые технологии, но по водораспределению, теплоснабжению, системе безопасности от протечки, системе наблюдения безопасности вообще, интернет, если это все вместе показать вам на уровне бизнес-класса, то есть комфортный бизнес-класс, то просто будет очень обидно за Австралию. Я не хотел ни с кем спорить этим роликом. Этот ролик – это продолжение всех моих роликов многоочисленных о строительстве в Австралии и нескольких о строительстве в Москве. Но просто, когда идет такой спор о том, где лучше строить, наверное, для австралийцев лучше то, что строится в Австралии. Но это плохо, это недолговечно и это дорого. Поэтому я никому не призываю возвращаться жить в Москву. Но если вы хотите увидеть, как хорошо строить, надо, и если вы имеете возможность потом применить эти знания у себя в Австралии, если вы хотите инвестировать свои деньги и получать хорошие доходы в сравнении с тем, что вы можете получать в Австралии, я бы очень рекомендовал вам, дорогие друзья, подумать о том, чтобы покупать недвижимость для того, чтобы инвестировать деньги свои, чтобы они вам давали доход. Опять-таки для тех людей, которые, ну я, я понимаю, сам, наверное, такой, которые не любят слушать и дозывал, которые зарабатывают на этом деньги, я сразу скажу, что я не буду принципиально зарабатывать на этом деньги, точно так же, как я не буду брать какие-то деньги с миграционных агентов, с кем я работаю, ну, допустим, с Лешей Чапунова, я не буду брать деньги с туристических агентов, с переводчиков, с каких-то там курсов на те преподаватели, потому что я считаю, что того, что у меня есть достаточно, и вот такие денежные отношения между друзьями, они эти отношения разрушают. Так что вот видите, на какие большие, как бы, вопросы можно ответить в таком коротком, казалось бы, ролике о том, как строить, как строят жилье в Австралии, как строят жилье в Москве. Спасибо.